Привет! Это Город! Подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Вечный город, куда ведут все дороги, где можно прожить всю жизнь за одни каникулы длиной в день или потеряться на несколько недель. Концентрация достопримечательностей в Риме достигает таких величин, что всего через пару часов в этом городе сердце и мозг бедного туриста начинают отказываться совмещать новые и новые впечатления. Поэтому провести в Риме день или два – это просто преступление. Сюда можно приезжать и приезжать и приезжать. Главное – отдавать себе отчет в том, что Рим – это не Италия. Считайте это отдельное государство или даже отдельный мир. Рим чудовищно стар и навсегда молод. Он видел рассвет и падение одной из величайших цивилизаций планеты. И неудивительно, что весь его исторический центр объявлен объектом всемирного наследия человечества. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем городам нашей планеты, я так скажу даже. И сегодня у меня в гостях фанатка Италии, студентка лучшего итальянского университета, которая самостоятельно прошла весь этот итальянский бюрократический ад, чтобы поступить в ВУЗ Италии. Настя. Настя, привет. Привет. Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно. Смотри, Настя, чем ты занимаешься в Италии сейчас? Я на данный момент заканчиваю магистратуру. Я студентка, как ты сказал, лучшего государственного вуза Италии, который называется Ла Сапиенци, и находится в Риме. А я уже на третьем году магистратуры, когда можно не посещать занятия, когда тебе дается просто время, чтобы доздать то, что ты не доздал. В Италии очень гибкая система, с этим нет практически никаких ограничений. Поэтому ты можешь закрывать свои долги и постепенно начинать писать диплом. Собственно, этим я и занимаюсь. Долгов уже нет, а диплом пока еще не написан. Ну ничего, скоро, я думаю, ты с этим закончишь. Да, да, да. Давай все-таки наше с тобой интервью. Начнем с вопроса, касающегося жизни в одном из самых туристических городов Европы. Если верить рейтингам, то Рим входит в тройку самых посещаемых в Европе городов. Скажи, каково это жить в городе, где ежедневно, особенно в сезон, по улицам ходят толпы туристов, гидов с флажками и порой даже неслышной итальянской речи? Ты абсолютно прав. По поводу толп, я бы даже сказала, что они не ходят. А знаешь, вот как стайки рыб такие огромные в воде перемещаются, вот это Рим, особенно в периоды, когда там лето, допустим, и очень-очень-очень много. Это даже нельзя сказать, что их много, этих туристов, просто ты Рим можешь не увидеть за этими толпами. А это сложно, но все зависит от того, на чем ты концентрируешься и как ты готовишься к своим путешествиям. Если ты продумываешь план, куда ты хочешь пойти, если ты, в принципе, интересуешься, да, ну это логично, что ты интересуешься местом, куда ты хочешь поехать, ты просто простраиваешь себе маршрут, грубо говоря, там, читая какие-то чьи-то блоги, к примеру, где все же пишут, да, о том, что в Риме очень много туристов и это прям проблема. Если ты хочешь увидеть фонтан Треви практически пустым, потому что пустым он не бывает никогда, то тебе нужно встать пораньше, желательно часов в шесть, и часов в семь уже быть на этом фонтане. А если ты можешь в шесть на него прийти, то это вообще идеально. Вот, поэтому ты просто, как сказать, ты сначала собираешь информацию, простраиваешь себе маршруты и потом наслаждаешься этим городом, потому что если ты, к примеру, придешь на какую-то достопримечательность в тот же Ватикан в час пик, когда туда пришли все, то ты, конечно, получишь удовольствие, но это будет совсем не то, потому что ты все равно будешь так или иначе отвлекаться на эти толпы. Но опять же, все зависит от того, на что ты переключаешь свое внимание. Знаешь, такой интересный момент был, потому что с момента, как я переехала, именно вот переехала, да, поступила в университет, я уже два раза была в Италии, и все два раза были в Риме. Я была настолько очарована этим городом, я была настолько очарована всем, что там происходит, а там происходит очень много бардака, там не везде красиво, понимаешь? Но я была настолько восхищена и впечатлена, и когда я вернулась обратно и начала, ну, я рассказывала, естественно, меня спрашивали об этих поездках, я рассказывала свои впечатления, и были люди, которые мне говорили, слушай, так время же так грязно, там просто горы мусора лежат. А я понимала, что я этих гор мусора просто не видела, понимаешь? Это было так интересно, на самом деле, я потом стала анализировать, почему, и поняла, что реально все зависит от того, на что ты обращаешь внимание, на то, что ты хочешь увидеть. Это очень важно. То есть кто что, как бы изначально, как ты говоришь, хочет увидеть, да, если ты там начитался информацией о том, что везде грязно, а тут ты грязь и найдешь. Именно, да, да. Ну, мне так кажется. У меня было так, это мое впечатление такое. Потому что, да, когда ты находишься в Риме долгое время, потому что переезд и туристическая поездка, это все-таки очень разные такие моменты. Но когда ты находишься в Риме долгое время, ты, да, начинаешь обращать внимание на то, что там не очень чисто, там много разных личностей, которые не всегда положительно настроены, да. Но, опять же, ты выбираешь обращать внимание на это, либо ты обращаешь внимание на колизей, который мелькает у тебя из окна автобуса, когда ты мимо него едешь. Или там на эти потрясающие сосны, да, средиземноморские, красивые, которые как зеленые облака такие огромные. Это все зависит от того, что ты хочешь, собственно говоря, на что ты настраиваешь свой мозг. Смотри, Настя, а когда прям наступает самый такой сезон, что вот туристов здесь все, просто тучи. И когда приезжать комфортнее и лучше всего для того, чтобы насладиться таким спокойным, тихим Римом? Слушай, мне кажется, что самый лучший месяц для того, чтобы приехать в Рим, это апрель и, наверное, май. Потому что, ну, вообще весна — это время, когда все расцветает, распускается, когда еще не так сильно жарко и когда еще не очень много людей. Лично мой фаворит — это апрель, потому что зацветают глицинии, знаешь, да, эти красивые такие сиреневые гирлянды огромные, которые просто по всему городу, они пахнут так, что можно сойти с ума. Ты никуда не захочешь уезжать, если ты увидишь эту красоту и почувствуешь этот запах. А в Риме есть одна улица, она находится в центре, но в таком центре, до которого куда не все сворачивают, назовем это так. Это Виа Маргутта, там жил Феллини, там есть его дом. Это абсолютно кинематографичная улица, на которой нет много людей, но на которой все красиво так, что ты просто сходишь с ума. И там есть один такой закоулочек, где гирлянда, и просто вот над тобой ты заходишь туда, в эту подворотню, да, если по-русски как-то правильно сказать. Она вся плетена глициниями, они все находятся над тобой, вот они небо закрывают. Стоят какие-то старые велосипеды, знаешь, такие винтажные с корзинами. Стоят вот эти Фиаты 500 маленькие, там постоянно стоит желтый, такой ярко-желтый канареечный маленький Фиат. Ну как будто, знаешь, эту сцену реально и с кино вообще придумали, и оставили ее вот там. Это очень красиво. Апрель, глицинии, все расцветает, не жарко и не очень много людей. И май тоже, потому что зацветают розы. Ну, в общем, я такая, знаешь, человек, я люблю весну, а весна в Риме это просто что-то, это отдельное какое-то абсолютно удовольствие. Очень красиво. Супер, супер. Смотри, Настя, многие наслышаны об итальянской так называемой неспешности. Что ожидать, например, свое блюдо в ресторане можно настолько долго, что ты быстрее выпьешь там бутылку вина, которую заказал. Так ли это на самом деле? И какие особенности итальянцев ты можешь еще осветить? Итальянская несмешность, да, это штука знаменитая. Слушай, сразу скажу, что по поводу ожидания блюда нет такого. Я не думаю, что это связано именно с Италией, потому что Италия это очень туристическая страна, у них все завязано, все заточено на том, чтобы порадовать туриста. Это их доход. Поэтому в их интересах обслуживать быстро и хорошо. Но проблемы в сервисе, в обслуживании бывают везде. Это не зависит от страны, как мне кажется. Ну, лично я, например, никогда не ждала своего блюда очень долго. Может быть, такие истории, конечно, и были, но я не замечала такого. Мне кажется, вот конкретно с этим не связана итальянская неспешность. Но это есть, действительно. Мой любимый момент — это итальянский супермаркет. Касса в итальянском супермаркете. Вот просто чтобы мы представили эту ситуацию. Ты хочешь прийти в магазин, купить то, что тебе нужно, и пойти дальше по своим делам. В Италии так не работает. В Италии, если ты не поговоришь с кассиром, не расскажешь ему, как прошел твой день, что ты кушал вчера, чем ты поужинал вчера, чем ты собираешься завтракать завтра, как чувствуют себя твои дети, ты не уйдешь с покупкой, понимаешь? Потому что тебе просто не пробьют чек. Это может происходить все от пяти минут и до получаса. И вся очередь будет стоять и ждать, пока вы поговорите с кассиром. И в очереди никто не будет особо ворчать? Никто, абсолютно. Если кто-то начнет возмущаться, это точно будет какой-то иностранец, какой-нибудь, я не знаю, там англичанин, американец, русский, для которых это непривычно. И вот так работает перестройка в плане твоего какого-то менталитета, потому что я была тем человеком, который хотел возмутиться, понимаешь? Изначально я не понимала, что там вообще происходит. Может, там какая-то проблема, может, там что-то с чеком не получается. А потом с каждым разом я стала прислушиваться к этим разговорам, и я поняла, что люди просто общаются, что они просто получают удовольствие от того, что они обмениваются информацией, обмениваются мнением. Это фантастика, на самом деле. Для меня вот в этом заключается какая-то итальянская неспешность. Плюс пойти, если ты устал, пойти отдохнуть, выпить кофе. Неважно, что у тебя там работа, просто ком этой работы накапливается. Ты, если устал, ты должен пойти отдохнуть. Это всё связано с менталитетом. Это очень непривычно. И в это нужно погрузиться, и тогда ты начнёшь получать от этого кайф. Ну а если говорить о каких-то моментах, которые связаны не с позитивом, а больше с какими-то сложностями, то неспешность проявляется, конечно, в том, как работают государственные органы. Это знаменитое, вот как ты назвал вначале, бюрократический ад. Это да. Это просто у меня иногда в голове не выкладывается, как можно так работать, как можно задерживать выдачу важных документов, без которых человек просто не чувствует себя как-то защищённым в другой стране, будучи иностранцем. Неспешность в этом плане, я бы назвала это какими-то, охарактеризовала какими-то негативными нотками. Но опять же, ты либо принимаешь, либо не принимаешь. В Италии ты, если не принимаешь, то Италия тебе не подходит. Ты не сможешь здесь комфортно себя чувствовать, если ты сам не расслабишься. И если ты сам не начнёшь получать вот этот кайф от того, что всё должно быть пьяно-пьяно. Спокойно-спокойно. Всё будет пьяно-пьяно. Вот это очень важно. Окей. А почему вообще Рим? Почему ты выбрала именно этот город? Ну, Рим — это моя мечта. Не знаю, мне кажется, Рим — это такой город, который как ни презентуй, но ты уже его себе как-то представляешь. Потому что Рим всегда был и всегда будет. Это вечный город. И как только ты выходишь там из самолёта, из автобуса, неважно, ты понимаешь, что ты попал в историю. Рим ещё называют музеем под открытым небом. Мне это очень нравится, потому что там каждый камень что-то значит. Там, я не знаю, каждое здание, там жил какой-то знаменитый человек, который известен реально на весь мир. Ну, то есть на весь мир, понимаешь? Для меня Рим — это мир. Ты, если перепрочитаешь наоборот, Рим — это будет мир. Это, ну, не знаю, это моя мечта. Я этот город обожаю. Я с детства была окружена итальянским языком, потому что я училась в музыкальной школе с шести лет. И у меня была абсолютно фантастическая учительница, преподаватель, как правильно сказать, которая тоже вот так вот болела Италией, заболела Италией. Она по профессии была учителем музыки. Она сама начала учить итальянский язык и впоследствии переквалифицировалась в переводчика и постепенно связала свою жизнь с Италией и тоже переехала. И если я это сделала в 29 лет, то она это сделала гораздо позже. Она поменяла свою жизнь, она поменяла абсолютно всё. В итоге она построила карьеру, она вышла замуж. И это просто какая-то фантастическая женщина. И начала она с того, что она учила язык самостоятельно. Потом она его преподавала. И так как я её видела чаще, чем, мне кажется, свою собственную маму, потому что у меня музыкальная школа занимала просто шесть дней из семи в неделю, ну я всегда была окружена этим, потому что все термины в музыке — это итальянский язык. Потому что я с детства очень любила ходить в театры, в оперу. Мы с родителями очень часто выходили в театр, послушать что-то, посмотреть что-то. Мы могли с папой поехать на выходные в Москву, в Питер, сходить на оперу, сходить на какую-то выставку. Я всегда была в этом. Ну и плюс ещё тот момент, что я всегда хотела учиться за границей. И мне всегда казалось, что это только для богатых. Ну знаешь, вот этот вот момент. Я также и английским языком тоже занималась. И на тот момент, когда я переезжала, я итальянского не знала. У меня был в запасе только английский. И когда я стала думать, как это сделать, как пожить в Италии чуть больше, чем какая-то туристическая поездка, я выбрала для себя вот этот вариант с переездом по учёбе. И английский язык мне очень помог. И вот таким образом всё сложилось. И мой любимый город, о котором я мечтала. И самый красивый для меня личный язык в мире, итальянский, который я начала учить. И учёба. Впоследствии это европейский диплом на английском языке, который даст мне огромные возможности для того, чтобы дальше строить свою карьеру, идти к своим целям. И, в принципе, одна из самых красивых стран в мире, где ты можешь, я не знаю, позавтракать на море, через два часа оказаться в Альпах, в горах пообедать, а вечером вообще полететь куда-нибудь, я не знаю, там в какой-нибудь... Даже Париж, понимаешь? За границу, казалось бы. Но на самом деле это совершенно не за границей. Здесь нет никаких границ. Ты хочешь сел на самолёт, хочешь на машине поехал. Вот. Ну, это фантастика. Это реально мечта, которая осуществляется. Смотри, меня заинтересовал такой момент. В Европе очень часто бытует такое мнение, что приезжая в определённую страну, будь то Германия, Норвегия, Швеция, нужно говорить на местном языке. И некоторые люди, то есть, например, возьмём немцев, да? Немцы, они могут даже специально делать вид, что они не понимают по-английски ничего, хотя вроде бы мировой язык, и всё они прекрасно понимают. И вот давят именно на то, чтобы вот ты приехал в Германию, говори, будь любезен, на немецком языке. Есть ли такая особенность и тенденция, то есть, в Риме, в Италии, что ты приехал в Италию, ты должен говорить только на итальянском языке? Или нет такой прям такой жёсткости? Окей, говоришь по-английски, давай попробуем по-английски. Это не миф, это абсолютная реальность. Но опять же тут важно понимать, ты турист или ты приехал сюда жить. Если ты турист, и ты говоришь на английском, у тебя не будет сложности, потому что есть переводчики, итальянцы, люди максимально коммуникабельные, более разговорчивых, более желающих помочь людей, я вообще, в принципе, не встречала. Они всегда открыты, неважно, видят они тебя первый раз в жизни и больше никогда не увидят. Они тебе помогут всегда. Да, конечно, они тебя запутают, они скажут тебе неправильное направление, но ты потом дальше сам разберёшься. Это не проблема, потому что воспользуешься переводчиком, ещё у кого-нибудь спросишь дорогу. Всегда все открыты, тебе помогут. А другой вариант, если ты собрался здесь жить, то, вот знаешь, если, допустим, ты меня спросишь про, что самое важное, что нужно сделать, если ты готовишься к переезду, я тебе скажу, что это будут даже не деньги и не какие-то там, я не знаю, дипломы, что-то ещё, опыты работы, твои достижения. Первая самая важная вещь, которую нужно начать делать, это нужно начать учить язык местный, потому что это другой уровень жизни, другое качество жизни, если ты говоришь на местном языке, даже если ты говоришь не идеально. Ну, а иностранцу вообще, в принципе, сложно говорить идеально, особенно сразу. Ну да. Очень большой плюс итальянцев в том, что, ну, я утрирую, конечно, но они очень рады, если они слышат, что иностранец стремится говорить на их местном языке, не используя английский или какой-либо другой. Даже если ты способен сказать на данный момент только «бон джорно» и «грати», итальянец будет считать, что ты говоришь на итальянском, клянусь тебе. Вот для них вот этого достаточно. Если ты турист, который приехал, там, я не знаю, на неделю в Италию, и если ты заходишь и здороваешься по-английски, к тебе не будет такого отношения, как если ты зайдёшь и скажешь «бон джорно», понимаешь? Это очень важно в Италии. Это другое отношение. Я не знаю, хорошо это или плохо, я не берусь оценивать. Для меня это хорошо, потому что мне приятно, когда, допустим, кто-то из иностранцев учит русский язык. Я считаю сразу, что этот человек интересуется ещё какой-то культурой, хочет знать ещё что-то, потому что, знаешь, я недавно услышала такую фразу, которая безумно мне понравилась. Она звучит так, что ты живёшь столько жизней, на скольких иностранных языках ты разговариваешь. И если об этом подумать чуть глубже, то это же реально так. Ты можешь слушать больше, ты можешь читать больше, ты можешь общаться с большим количеством людей, у которых свой опыт какой-то. Это потрясающе на самом деле. Поэтому местный язык очень важен. Это даст тебе другой вкус жизни абсолютно. Тоже заметил такую вот особенность. Это уже каждый гость, который рассказывает про какие-то иностранные города, про разные страны, они всегда говорят, что местные, они с почтением, с уважением относятся к туристам, к иностранцам, к мигрантам, которые пытаются говорить на местном языке. И я заметил обратную тенденцию также, когда вот в России много тоже людей приезжает в Россию, и они тоже пытаются говорить на русском языке, там, на ломаном, но пытаются говорить. Я по себе просто замечаю, по своему окружению, своим знакомым, друзьям, родственникам, они тоже относятся к этому с таким неким трепетом. Ну, им приятно, что вот к нам приехал кто-то вот из Голландии, да, и вот он пытается говорить на русском. У меня немножечко такая есть особенность, я часто по разным городам в России катаюсь и тоже встречаю разных иностранцев, и они тоже везде пытаются спросить что-то на русском, помочь чем-то на русском, и ты к нему как-то немножечко более трепетно начинаешь относиться. Да, да, да. Во-первых, это очень мило. Да, нежели если там твой соотечественник подойдет и скажет, слушай, братан, а где тут улица Пушкина, дом Колотушкина, да? Да, да, да. То есть ты к нему будешь как-то более трепетно относиться, чем к своему, так сказать, земляку. Я тоже вот внутри страны нашей тоже заметил такую особенность. Ну, и плюс английский язык. Ну, не говорят они на английском языке, понимаешь? Да, они могут им воспользоваться в плане там, ну, я не знаю, какие-то отдельные слова, отдельные фразы, но так, чтобы прям вот выстроить диалог, ну, не знаю, мне показалось, что это достаточно сложно. Но не потому, что они там его не учат или что-то еще, опять же, это мое впечатление, а просто потому, что они настолько сильно любят свой язык, что они не хотят использовать никакой другой. И на самом деле Италия — это еще не самая сложная страна в плане английского языка, потому что есть Франция, про которую ходит столько историй. Ну, у меня лично была история, я работала официанткой, а у меня был стол, человек, наверное, на 25-30, все французы. Слушай, я себя в этот момент чувствовала просто какой, я честно, я так, я растерялась, я не знала, что делать, потому что я с таким никогда в жизни не сталкивалась. Вот мы находимся в Италии, я говорю на итальянском языке, да, потому что я считаю это важным, я им занимаюсь, все дела. Я работаю в сфере услуг, в сфере сервиса, и я говорю на английском языке, потому что я работаю с людьми из разных стран, я тоже считаю, что это очень важно. Передо мной сидит стол французов, и я с ними общаюсь на английском языке, и они молчат, они мне не отвечают ничего. При этом я понимаю, что они меня понимают, понимаешь? Я честно, я не понимала, что мне делать в этот момент, потому что, опять же говорю, я с таким никогда не сталкивалась, я человек очень коммуникабельный, я говорю на английском, я пытаюсь их как-то расположить к себе, но я понимаю, что они мне не отвечают не потому что они не знают английского языка, а просто потому что они хотят, чтобы с ними здесь, в Италии, в ресторане разговаривали по-французски. Это был феномен просто, ну вот, я об этой истории, мне кажется, рассказала всем своим знакомым. Мне даже было интересно услышать какую-то обратную связь в плане, а что нужно было ещё сделать, чтобы расположить этих людей к себе, понимаешь? О французах вообще ходит очень много историй, именно связанных с английским языком. Это люди, которые вот прям... Они понимают, но они не хотят его использовать. Мне кажется, в Италии есть что-то похожее, но не в такой прям жёсткой форме, скажем так. Но опять же, если ты можешь хотя бы пару слов сказать на местном языке, то тебя будут обожать, тебе будут приносить самые вкусные круассаны, самый вкусный кофе и вообще обслуживать тебя просто с ног до головы, ещё познакомятся с тобой, твоё имя ещё запомнят на следующий раз. Смотри, Настя, помимо самого вот этого языкового барьера, о котором мы сейчас прям так подробно поговорили, с какими трудностями ты ещё столкнулась, когда только переехала жить в Рим? И с чем столкнутся все остальные другие? Может, есть какой-то у тебя там универсальный совет, услышав который, слушатели такие, о, всё, я вот на эти грабли не наступлю. Так что расскажи о своих трудностях и как их сбежать, если это, конечно, возможно. Первая трудность, с которой я столкнулась после переезда, на второй день после приезда у меня украли телефон. Это очень страшно, потому что в телефоне вся наша жизнь, там все номера, вся информация, все документы, все карты, ну, в общем, всё абсолютно. И когда ты просил всё и приехал в новую страну, и не знаешь языка, и ты тут, по сути, находишься один, и у тебя украли телефон, это была просто... У меня ещё есть такая... Я очень плохо ориентируюсь на местности в своём городе, а в чужом городе, в чужой стране, это вообще для меня это просто какой-то, я не знаю, кризис. Вот, но это была такая проверка на прочность. Это я к тому, что обязательно закрывайте сумки. Рим — это очень туристический город, и нужно всегда быть в фокусе в плане... У тебя могут достать из кармана телефон, кошелёк, и ты вообще этого не заметишь, у тебя могут забрать сумку. Это есть, этого не нужно бояться, не нужно ходить и трястись, но просто нужно быть реально в фокусе, нужно следить за личными вещами, это важно. А полиция с такими проблемами, она вообще справляется? То есть решаются вот эти ситуации? Ты всегда можешь обратиться в полицию, конечно. Ну, у меня вот была знакомая, у которой нашли телефон. Естественно, он там был в таком виде, что, в принципе, с ним уже ничего не сделаешь. Ну, в плане, я не знаю, зачем его украли, но, видимо, ворам не понравилось. Вот, но тем не менее. Случаев было таких много. В полицию, конечно, можно обращаться. И знаешь, ещё такой интересный момент про полицию. Не знаю, почему, а у меня всегда вот какой-то было такое, какой-то страх, что ли, полицейских. Мне казалось, что в России, если к тебе подходит полицейский, то сейчас будет что-то такое вот прям, ну, неприятное. В Италии работает вообще наоборот. Вот я эту фишку заметила уже где-то, наверное, через год. Я по себе, вот по своим ощущениям, я анализировала и поняла, что в Италии, если подходит полицейский, то сейчас, наоборот, будет что-то хорошее, будет какая-то помощь. То есть в Италии они подходят для того, чтобы тебе её предложить. И это так интересно на самом деле. И я за собой заметила, что какой-то страх, какая-то боязнь ушла. И теперь я понимаю, что, ну, если там рядом есть полицейский, или там, я не знаю, подошли. Знаешь, какой случай был? Почему вот у меня такая перестройка произошла? Я приехала просто в ковид, как раз вот в разгар пандемии, когда всё было закрыто, когда на улицу нельзя было выходить, кроме как, если спортом позаниматься, там, с собакой погулять, по-моему, и за покупками как-то в ближайший супермаркет. И всё это нужно было делать в маске. И тогда ещё были такие правила, которые то понятны, то непонятны. Заснул с одними правилами, проснулся, уже всё с ног на голову поменялось. Короче, все путались, и никто не понимал, как правильно. В общем, я вышла на пробежку, никого нет. У меня маски с собой тоже нет, потому что зачем мне маска на пробежке? За мной едет машина полицейская. Я такая думаю, ну, всё, приехали, всё. Сейчас моя учёба и закончится на этом. Знаешь, зачем они ехали за мной? Они ехали, чтобы дать мне маску. Они открыли окно, опустили стекло в машине. Синьорина, вы забыли маску, возьмите, пожалуйста. Ну, блин, ты можешь себе вообще такое представить? Это очень круто, это очень мило. Вот, поэтому, да, полиция есть. И когда что-то случается, конечно, нужно обращаться. Я просто по твоему рассказу вспомнил свою историю, когда ковид начался. И меня в магазине встретили сотрудники полиции. Я был без маски. То есть это не было такого, там, гражданин или там, молодой человек, мужчина, наденьте, пожалуйста, маску. Нет, там просто жёсткий рейд был. Это всё так, мы вылавливаем. Преступники. У нас есть список, да, да, да. Без масочники. Преступник поймал. Меня запаковали, меня засунули в машину, и меня повезли в участок оформлять. Ты серьёзно? То есть там первый раз оформляют как предупреждение. А второй раз уже там штраф вводили. То есть это выглядело так, как будто бы, я не знаю, там, ну, я ограбил бабушку какую-то в очереди. Вот я об этом говорю. После твоей истории, то есть ты понимаешь, какая разница, насколько она всё-таки велика среди отношений правоохранительных органов в Италии, да, и в России. У меня недавно был случай тоже, там не с полицией, там связано с контролёрами. Может быть, ты знаешь, что в Италии ты не можешь сесть без билета в общественный транспорт. И помимо того, что должен его заранее купить, ты должен его ещё про, как это называется, пробить именно вот, когда ты сел в автобус. Это очень важно, потому что если у тебя билет просто купленный, он недействительный, если ты его не активировал. Я такой человек, который принципиально не ездит без билета. Для меня это очень важно. Ну, вот у меня принцип такой, знаешь, я не хочу обманывать страну, которая мне столько всего дала. Вот, и это прям принципиально для меня. Вот я была в Венеции, и у меня не было возможности быстренько купить билет. Я хотела сделать это через приложение, через телефон. Автобус уже подъехал, и я такая думаю, блин, ладно, сяду один раз. Первый раз это был в жизни, когда у меня не было билета. Сяду и быстренько всё сделаю. Как ты думаешь, кто зашёл? Ну, контролёры зашли, естественно. Вот это фантастика какая-то. Первый раз в жизни я села без билета и встретила контролёра. В общем, ты понимаешь, да, моё состояние внутреннее? Это же несправедливо. Ну, блин, у меня половина знакомых ездит без билета вообще везде, по всей Италии, и никто ничего у них никогда не проверяет. Ну да, это обидно. Я первый раз, и сразу же попоймали. И я сижу, значит, такая, пытаюсь судорожно прорваться сквозь эти современные мобильные итальянские технологии. Это отдельная тема. Это просто не работает. У меня всё зависло. Я уже практически купила билет, но я его не успеваю активировать. У меня не работает приложение, не работает телефон. Подходит ко мне, значит, этот чудесный контролёр, говорит, ваш билет, пожалуйста. Смотрит на меня. Я понимаю, что он ждёт билет, которого нет. И тут, я не знаю, я, может быть, перенервничала, ещё что-то. Я на него смотрю такая, нет, чтобы показать ему телефон, да, что там у меня зависло всё. Я смотрю на него и говорю, я никогда не езжу без билета. У меня было такое лицо, что, знаешь, там была вот вся моя вот это вот чувство несправедливости, которое сейчас происходит. Я ему это говорю, он смотрит на меня, он уже начинает улыбаться, но он ещё раз попробовал сделать так, чтобы выписать мне штраф. Он такой, я всё понимаю, конечно, там, но билета же у вас нет. Я дослушала его речь, смотрю на него и говорю, нет, вы, наверное, не поняли, я правда никогда не езжу без билета. Ну и тут всё, он уже начинает улыбаться, смотрит там, что у меня и приложение загружено, что оно не работает. Он такой, ну ладно, ладно, хорошо, всё. Типа, всё-всё в порядке, не переживайте, и всё. В общем, поездка зайцам удалась. Да, я потом, естественно, билет купила, но дело не в этом, знаешь, а в дело в отношении, потому что, ну, он меня даже там своим коллегам не сдал, которые уже там половине автобуса по штрафу повыписывали. Дело в отношении, в личных вот этих, в коммуникациях. Италия — это всё про коммуникации. Даже там вот этот бюрократический, все вот эти штуки, это тоже всё про коммуникации. Если ты любишь общаться, если тебе нравятся люди, если тебе доставляет удовольствие процесс общения, то ты будешь себя чувствовать очень комфортно. Даже если ты не говоришь на итальянском, а пытаешься на нём говорить, да. Италия — это всё про общение. Ты подняла как раз-таки вот эту тему общения. И многие туристки, даже наши соотечественницы, отмечают страстность итальянских мужчин. Так ли это, что влюблённый итальянец готов на всё, просто вот на всё, чтобы добиться взаимности и добиться сердца своей избранницы? Слушай, секрет в том, что итальянцы, они такие же, как и все остальные мужчины. Если мужчина влюблён, он готов на всё. Если нет, то нет. Да, они более темпераментные. У них, мне кажется, есть больше стремление к романтике какой-то, да, там, ну, в плане отвезти свою возлюбленную куда-то в какое-то красивое путешествие, я не знаю, показать ей какое-то красивое место, организовать там какой-то красивый ужин. Но мне кажется, такого хочется любому влюблённому мужчине. А вот то, что ты назвал страстностью, да, в плане, готов ли итальянский мужчина на всё, итальянский мужчина готов много говорить. И женщина, которая хочет вступить в отношения с итальянским мужчиной, должна быть готова фильтровать то, что говорит её итальянский мужчина. Потому что делить нужно на два, это правда. Ну, много чего написано в этой теме. Судить нужно, делать выводы нужно по поступкам, а не по словам. Потому что итальянский язык, он сам по себе очень романтичный, очень красивый, знаешь. Иногда ты его слушаешь и как-то отвлекаешься на красоту языка, и понимаешь, что, в принципе, ничего-то, по сути, он и такого серьёзного и не сказал. Он просто навешал тебе кучу комплиментов, наобещал тебе горы, я не знаю, там, Портофино, Позитану, поедем туда, поедем туда. А потом, проходят дни, ничего из этого не случается. Поэтому итальянские мужчины любят делать комплименты, и они их делают всем абсолютно. Неважно, ты вышла из дома при полном параде королевой, либо ты забыла помыть голову, и вообще ты выглядишь так, потому что ты, я не знаю, приболела, только проснулась, и вообще ты не в форме. Ты всегда будешь королевой. Для итальянского мужчины женщина, в принципе, королева. Конечно, им нравятся красивые, ухоженные женщины, именно поэтому так сильно ценятся женщины из русскоговорящих стран, потому что мы очень сильно отличаемся и по менталитету, и внешне от итальянок. Они любят делать комплименты, нужно быть просто готовыми к тому, что если мужчина действительно влюблён, он помимо того, что будет говорить красивые слова, он будет делать красивые поступки. Итальянцы это умеют делать, как никто другой, это правда. А если это просто какие-то слова, 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 никаких поступков, то такое тоже часто встречается. Просто нужно понимать, что подходит тебе это или не подходит, и всё. Нет каких-то особо сильных различий именно в плане мужчина русский, к примеру, или мужчина итальянец. Ну вот, я не знаю, если смогла объяснить, то как-то так. У меня просто сложилось от твоего ответа такое впечатление, что, например, вот русские мужчины, они как бы влияние Востока на Россию, оно больше, чем влияние там Запада и Европы. И поэтому у русского мужчины, у него в приоритете дело. То есть мужчина русский, в моём понимании, я буду судить по себе, я буду от себя говорить. Мужчина русский, он больше делает. Он меньше говорит, но больше делает. То есть он показывает там свои чувства, выражает свои чувства в деле, в каких-то поступках. И у меня сложилось такое впечатление, что итальянский мужчина – это человек-слова, не человек-дела. Так ли это? Или ты сейчас готова это развеять? А русский мужчина действительно привык очень мало говорить и делать в случае, если он хочет делать что-то для женщины, которая ему нравится. Говорить он будет мало, и комплименты, в принципе, можно особенно и не ждать от него. Ну то есть это не цель, так сказать, всего вот этого действия. Итальянский мужчина, если он влюблён, он тоже будет делать, но при этом он будет очень много говорить. Он будет рассказывать тебе о том, что вы сейчас будете делать, о том, что бы он хотел делать. То есть он будет рассказывать тебе каждый свой шаг, почему он это делает, что ему доставляет удовольствие. То есть, понимаешь, как бы обрисовывать всю эту ситуацию, делиться своими чувствами, своими эмоциями, рассказывать, что у него происходит. Он будет говорить об этом не только с тобой, он будет в первую очередь разговаривать об этом со своей мамой, потом со своими друзьями, с тобой и вообще со всем миром, который вот его сейчас в данную секунду окружает. Да, они такие, они более открытые. Но знаешь, я бы не назвала это какой-то поверхностью. Я бы не сказала, что русский мужчина только делает и не говорит, а итальянский только говорит и не делает. Нет, это всё зависит от, я не знаю, от чувств, от твоих целей, от человека. Потому что есть итальянцы, которые не любят разговаривать. Такие мне тоже встречались. Их очень мало, но они есть, понимаешь? Точно так же, как и среди русскоговорящих мужчин есть такие, которые любят только поболтать, а чтобы что-то сделать, это... Ну да. Вот, я бы не обобщала, но в целом, да, итальянцы, они более открыты к миру. Они любят делиться эмоциями, делиться своими впечатлениями. Они не держат в себе. Если им что-то нравится, им это нравится, они готовы кричать об этом на весь мир. Они готовы, я не знаю, срывать цветы тебе, я не знаю, залезать на колизей и кричать «я тебя люблю», да. Это правда. То есть не как, например, у русского мужчины. Вот я тебе, он тогда пять лет назад сказал, что люблю, если что-то поменяется, я обязательно дам тебе знать. Нет, итальянец готов говорить «я тебя люблю» каждый день, десять тысяч раз в день и сразу после того, как он тебе это сказал. Да, это правда. Они очень эмоциональные, они очень впечатлительные. Их очень можно легко порадовать какой-то мелочью, сделанной для них. Это тоже очень важно. Знаешь, итальянцы вообще, в принципе, они радуются жизни. Вот это очень важно. И они не зацикливаются, если что-то идёт не так или если что-то не получается. Даже если мы говорим об отношениях, конечно, они могут там порастраиваться, попечалиться, но они дальше пойдут с улыбкой и будут думать о том, как сделать свою жизнь ещё прекраснее. Если мы говорим там про отношения, если мы говорим там про работу, ещё про что-то. Вот мне кажется, это и главная отличительная черта — сделать свою жизнь ещё красивее. И в отношениях, и во всём остальном. Супер. Слушай, Настя, все люди мира, наслышанные о Колизее, Пантеоне, Ватикане. Как ты вообще считаешь, какие самые интересные и важные места есть в Риме, что они просто обязательно в списке для посещения всех, кто решит всё-таки посетить этот бесконечный, вечный Рим? Ну, у меня есть свой личный топ-3. Первое место — это, наверное, такие, знаешь, личные впечатления, субъективные, но, тем не менее, это потрясающе красивое место. Это апельсиновый сад. Он находится в центре на Вентинском холме. Ты туда поднимаешься, ты заходишь в сам сад, и ты пока ещё не видишь всю панораму, ты просто проходишь мимо вот этих небольших апельсиновых деревьев, которые в катках стоят по бокам справа, слева. За ними растут именно апельсиновые деревья большие. И ты проходишь по этой дорожке, на которой обычно сидит какой-то музыкант, играет что-то просто невероятно красивое, знаешь, такое, что погружает тебя в эту атмосферу. Ты проходишь по этой дорожке, и ты попадаешь на смотровую площадку, с которой ты видишь весь Рим как на ладони. Неважно, какая погода, неважно, какое у тебя настроение, ты выходишь вот туда, и ты видишь вечный город, как будто вот у тебя реально он на ладони находится. Плюс там очень много интересной молодёжи, там очень много влюблённых пар, знаешь, которые целуются, наслаждаются друг другом. И всё это настолько красиво на фоне этого города, что ты просто сходишь с ума, и ты больше никогда не хочешь оттуда уезжать. Это моё такое самое любимое место, потому что я нашла его сама, я раньше о нём никогда не слышала, мне никто о нём не рассказывал. Вот такая неочевидная достопримечательность. Поэтому, может быть, я его так люблю, и я каждый раз туда прихожу, каждый раз, когда я приезжаю в Рим, я всегда первым делом иду в апельсиновый сад. Плюс ты можешь взять с собой книжечку и сесть почитать, просто попейфовать, послушать птичек. В общем, это великолепно. Достопримечательность, которую я для себя открыла совсем недавно. Я очень погружена в сферу искусства, я очень это люблю, я изучаю это сама. И вот тоже одна из причин, почему Рим, потому что Рим — это искусство вообще в целом, что ни возьми. Есть, возможно, ты слышал, в Риме есть очень известный район, называется район Трастевере. Он находится на правом берегу Тибра. Это такой очень движовый такой район, где очень много тусовок, очень много молодёжи. И он очень красивый, знаешь, он прям вот как с картинки. Каждый дом, каждое дерево, каждая кафешка, каждый бар — это вот прям такой... Обожаю. И там есть вилла Форнезина, она называется. Это древнее такое палаццо, тоже чья-то резиденция, сто процентов. Это очень красивый дворец, он небольшой, он очень такой, знаешь, камерный. И он весь полностью расписан фресками Рафаэля. Это впечатляет так, что ты просто такой, ну, во-первых, масштабы, потому что как вообще это можно было сделать? Во-вторых, красота, краски. И в-третьих, ещё вещь, которая меня впечатляет, это то, как за всем этим ухаживают. Я вот когда там была, там был процесс реставрации одной из фресок, и я наблюдала, как мастер убирает там грязь, какой-то налёт, с какой любовью он это делает. Это восхитительно, смотреть за этим. И то, как возвращается шедевр, то, как ты снова можешь видеть то, что Рафаэль создавал. Для меня это вещь, которую, ну, это как магия какая-то, понимаешь? И третье место, оно туристическое, да, но я считаю, что там должен побывать каждый. Это Ватикан, это музей Ватикана, потому что, когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, откуда управляют миром. У тебя, ты понимаешь, что там творилось, и творится история. Ты чувствуешь, даже если ты не особо чувствительный по природе человек, ты туда попадаешь, ты видишь всё это богатство, ты видишь все эти владения, и ты, блин, понимаешь, что вот она сила, вот она мощь, где ты вообще находишься, что ты находишься в микроскопическом государстве, в центре другого государства, и что вот это микроскопическое государство обладает такой мощью, которая, ну, я не знаю, ни одному президенту, мне кажется, не снилось. Ну, в общем, я надеюсь, я смогла объяснить вот это чувство, из-за которого обязательно нужно сходить, обязательно, обязательно нужно всё это увидеть. И если говорить о Ватикане, то это, конечно же, Сикстинская капелла. У меня была мечта перед первой поездкой в Риме, а я хотела пройти всю вот эту винтовую лестницу, которая вьётся по куполу и поднимает тебя на самый верх, откуда ты видишь Рим. Я хотела пройти её полностью пешком, без лифта, потому что там есть две опции. Ты можешь пройти полностью пешком, подняться всю эту кучу ступенек. Я не помню, сколько их, но это какое-то нечеловеческое количество ступеней. Либо ты можешь подняться на лифте и часть пройти пешком, потому что там, где купол, вот эта сама винтовая лестница, которая всё уже и уже и уже, там, естественно, только ногами. У меня была мечта, и я прошла всю эту лестницу пешком, поднялась на самый купол, увидела все эти фрески изнутри, увидела собор Ватикана снизу, где ты оттуда смотришь, и люди кажутся просто муравьями. И потом вышла на смотровую площадку и увидела Рим. И тогда ещё, так интересно было, тренировались лётчики, знаешь, которые пролетают, и за ними триколор, флаг Италии. И как раз у них была тренировка, и они это делали перед собором Ватикана. И это было так впечатляюще, когда вот это твоя первая поездка вообще, в принципе, за границу, в город твоей мечты. Ты приезжаешь, ты один, у тебя мозг не соображает, потому что ты ещё не говоришь на итальянском, у тебя всё новое. И ты исполняешь свою мечту, поднимаешься на этот купол, видишь Рим, и перед тобой пролетает вот этот самолёт с триколором Италии. Это было просто вау. Вот, так что это мой такой топ-3. В первую очередь, ощущений, впечатлений. Если вам нравится искусство, если вам нравится история, если вы интересуетесь Римом, если вы хотите наслаждаться жизнью и этим городом, то вот, мне кажется, вот эти три места, это прям must see. Супер. Я, конечно, ждал, что ты расскажешь про ту самую замочную скважину. А это там рядом с апельсиновым садом, да-да-да-да-да. А, это там, получается, да? Это рядом, да-да-да. Апельсиновый сад, он прям рядом от этой замочной скважины, в которую реально видно три... Ну, как бы ты находишься в одном государстве и видишь остальные два. Это очень круто. И правда, что там постоянно очередь из туристов, которые желают туда всклинуть, снять какой-то красивый ролик. Ну, да, очередь есть, конечно. Но, видишь, опять же, это было в те времена, когда все потихонечку открывалось после пандемии, и людей было не так много. Мне посчастливилось увидеть Рим вообще без туристов. И когда вот были разрешены уже какие-то прогулки дальше, чем ближайший супермаркет, то мы застали момент, когда людей было... когда очереди были не очень большие. Вот, поэтому, да, люди были, но мы прошли ее очень быстро. Точно так же быстро я попала и в Ватикан. Я не знаю, меня все так пугали тем, что нужно будет 2-3 часа стоять, но я купила билет очень быстро. Вот, и попала туда. Очереди есть, да. Просто приходите пораньше, и вы все увидите. Супер. Настя, ты же прекрасно понимаешь, что невозможно говорить об Италии и не затронуть тему кухни. Давай, делись своим мнением о местной кухне и что из всего того, что тебе довелось, посчастливилось попробовать, является прям самым топом из всего топа. Я обожаю вот эту вещь в Италии, что в каждом регионе есть своя кухня, да, есть какой-то стандарт итальянской кухни, вот, но в каждом регионе, куда бы ты ни приехал, есть что-то свое, есть какое-то свое традиционное блюдо, и оно готовится из тех продуктов, которые производятся в этом регионе, и это то блюдо, которое ты обязательно должен попробовать. А в Риме это... А, и в каждом регионе есть свой вид пасты, это тоже часть культуры, и в этом безумно интересно разбираться. А в Риме это карбонара. Это... Ну, ты знаешь, да, что это? Это паста абсолютно простая в приготовлении, но самая главная загвоздка, когда кто-то хочет приготовить карбонару, допустим, там, за границами Италии, он добавляет туда сливки. А если ты скажешь итальянцу, что ты готовишь карбонару со сливками, ты можешь просто сразу уходить из этого заведения, потому что тебя, как минимум, будут считать преступником и скажи спасибо, что не вызовут полицейских. Так, а на чём её тогда готовят-то? Это пармезан, точнее, это сыр. Я не помню, там, по-моему, другой вид, но это сыр без сливок. Это сыр, яйцо, сама паста и гуанчали, это свиная прюшка, кусочки, чуть-чуть поджаренные. Это вот масло, которое ты получишь после того, как поджаришь вот это мясо. Это яйцо, которое ты добавишь в сыр, всё это перемешаешь и добавишь ложечку горячей воды из кастрюли, в которой у тебя варится паста. Вот из этого у тебя получится соус. Ты его смешаешь и добавишь в саму пасту, перемешаешь, и у тебя получится соус, который будет абсолютно кремовый, абсолютно сливочный, без добавления сливок. Сливки, нельзя даже произносить эту фразу в Италии, потому что это грех. И вот это карбонаро, это традиционное блюдо, традиционный вид пасты именно римской. Плюс это обязательно артишоки. Они могут быть как маринованные, это безумно вкусно. Так и, как это называется, во фритюре, наверное, когда их чуть-чуть обжаривают, они становятся такими хрустящими, и их подают как закуску, как антипасти. И это безумно вкусно. Я не знаю, как это описать так, чтобы было понятно. Кажется, что там такого, боже мой, артишок и артишок. Но здесь их готовят как-то по-особенному. Итальянскую кухню, мне кажется, можно изучать всю жизнь. Это может быть вообще отдельной профессией. Это настолько интересно, там столько мелочей, там столько тонкостей. И одна из моих любимых вещей — это вообще, в принципе, разговаривать о еде здесь с итальянцами, потому что у каждой хозяйки, у каждого хозяина будет абсолютно свой рецепт какого-то, опять же, традиционного блюда. Каждый тебе расскажет, где нужно покупать пасту, где нужно покупать мясо, где нужно покупать сыр. У каждого будет своя лавка, в которую он будет ходить по 10 тысяч лет, понимаешь, и все его там будут знать, и все такое. Культура еды, да, это реально культура. Так, а что касается итальянской пиццы, какая она должна быть правильная? Если вот, смотри, мы делаем, ну, не знаю, как остальные, но, как бы вот я, моя супруга, готовим все-таки карбонару со сливками. Какая пицца правильная тогда? Давай, научи нас правильно по-итальянски готовить пиццу. Итальянская пицца бывает разная, ее бывает два вида, и все зависит от твоих вкусовых предпочтений. В Риме ее готовят на очень тонком тесте, и бортики тоненькие и зажаренные. Ну, то есть там у тебя не будет вот этого теста, знаешь, такого. У тебя будет тонкая прослойка теста и начинка. Она будет такая вот, ну, сама пицца, она будет тоненькая-тоненькая. Этот кусочек вообще можно будет в трубочку свернуть. А есть другой вариант, неаполитанский. Вот мой личный фаворит — это неаполитанская пицца. Вкуснее я ничего не ела, особенно когда это готовит какой-нибудь пицца Йоло в десятом поколении, у которых вообще вся семья испокон веков этим занималась. Это реально искусство, понимаешь, то, как они смешивают ингредиенты, то, как они готовят это тесто. И вот неаполитанская, она другая совсем. У нее толстые бортики, такие воздушные, которые ты хочешь ешь, хочешь оставляешь, но пицца Йоло считает, что если ты оставляешь бортики, это значит, ты обижаешь того, кто приготовил тебе эту пиццу. Вот, это тоже отдельная культура. И это будет другой вид. Там будет чуть больше начинки, она будет более сочная. И вот неаполитанская пицца, да, она мне нравится больше, чем римская. Но есть много фаворитов и римского варианта, так что тут ты просто выбираешь, какой вариант тебе нравится больше. Все зависит от твоих личных предпочтений. Окей. Я думаю, после твоих рассказов многие, наверное, захотят переехать в Рим, а может, ну, если не в Рим, то в Италию точно. Я знаю, что многие мечтают просто жить в Италии. Даже я как-то... Было у меня время, я рассматривал варианты переезда в Италию, как наверняка и многие слушатели. Отсюда у меня возникает такой вопрос. Как подготовить, как правильно подготовить себя к жизни на новом месте? Дай вот несколько советов от себя, к чему нужно прийти, с чем смириться и как избежать проблем при переезде. Да, ну, смотри, первое — это то, о чём мы, в принципе, уже затронули эту тему. Это местный язык, итальянский язык. Если ты хочешь именно переехать, то это обязательный пункт. Начинаешь изучать итальянский язык и приезжаешь уже не с нулевыми какими-то знаниями, а с какой-то базой. Потому что, знаешь, вот многие говорят, что вот ты попадаешь в среду, где все говорят на этом языке, и он у тебя сам по себе учится. Я тоже так раньше думала. На самом деле это фигня, так не работает. Так работает только в том случае, если у тебя есть база, хорошая база, какая-то основа грамматики, правил, когда ты понимаешь вообще, как работает этот иностранный язык. И тогда, в тот момент, когда ты погружаешься в среду, и твой мозг постепенно начинает понимать, что всё, сейчас у него нет никаких вариантов, ему нужно эту базу применять, использовать, тогда слова остальные, да, нужные, они накладываются у тебя на эту базу, и всё так логично связывается в какую-то цепочку, и ты постепенно учишь слова, фразочки, что-то, какой-то сленг, и начинаешь разговаривать. У тебя пропадает языковой барьер, просто потому что ты понимаешь, как это работает. А когда ты приезжаешь с нулём, ты мало того, что попадаешь в стресс от того, что вокруг тебя всё новое, плюс ты не можешь выразить, да ты элементарно, тебе сложно сходить в магазин, сходить в аптеку, просто потому что ты не можешь выразить свои мысли на этом языке, то это дополнительный стресс для твоего мозга, и лучше так не делать. Вот у меня было именно так. И я потом, когда анализировала, я поняла, что, конечно, нужно было гораздо раньше начать заниматься языком и приехать сюда уже с какой-то базой. Но опять же, если нет базы, если решил учить, то Италия — это потрясающая страна, где ты можешь это делать, потому что итальянский язык, он уникальный. Ты учишь его, когда ешь пиццу, ты учишь его, когда ходишь, я не знаю, слушать оперу, ты учишь его, когда гуляешь по каким-то улочкам, узнаёшь, что там, я не знаю, жил какой-нибудь Верди или Феллини, или ещё кто-то. Ты общаешься с местными на том уровне, на каком ты можешь, и каждый раз узнаёшь какие-то ещё словесные обороты, ещё какие-то новые интересные словечки. И итальянский, он максимально, как это сказать, максимально поддающийся изучению, потому что тебе не нужно напрягаться, ты это делаешь в удовольствие. Понимаешь? Вот ты изучаешь язык, получай удовольствие. Это такая уникальность итальянского языка, мне кажется. Потому что дополнительно ты можешь узнать что-то и про кухню, и про культуру, и про искусство, и получить знакомство, и что-то ещё. Мне кажется, это очень важно. Так ты не теряешь мотивацию. Это очень круто. Это первый совет. Потом я бы сказала, что в первую очередь, переезжая в Италию, нужно расслабиться и понять, что если планы меняются, то это нормально. Вообще, в принципе, быть гибким — это очень важно. В Италии так работает. Если ты будешь биться лбом о стену, о дверь, которая не открывается, и пытаться сделать так, чтобы всё шло так, как ты хочешь, чтобы все работали быстро, чётко, так, как тебе надо, ты долго не продержишься. В Италии работают другие законы, и первый из них — это расслабиться и получать удовольствие, и понять, что гибкость — это очень важный навык. Ещё что я бы сказала, что переезжая в Италию, ты же всё равно представляешь себе вот эти картинки, как ты гуляешь по красивому городу, как ты путешествуешь, как ты берёшь машину и едешь на какое-нибудь красивое, известное озеро, и пьёшь кофе, завтракаешь, и всё вот это вот. И очень важно не терять это ощущение, очень важно замечать эту красоту, которая находится вокруг тебя, потому что это большая часть переезда. Когда ты погружаешься в какие-то моменты, связанные с бюрократией, когда ты начинаешь сталкиваться с первыми проблемами, очень легко потерять это чувство и так, знаешь, сесть и подумать, блин, что я здесь вообще делаю? Тут вообще никто не хочет работать, тут вообще нету, я там, не знаю, каких-то технологий, к которым я привык, что такое доставка, тут вообще никто не знает. И вот я встречаю очень много ребят, которые переехали, и которые при каждом удобном случае рассказывают о том, что а вот в России было вот так, а вот там-то было вот так, а тут вот нет вот этого, а тут вообще гречки нет. И ничего, кроме как сказать, а что вы здесь до сих пор делаете, я не могу, потому что, если вы потеряли вот это чувство наслаждения, то Италия вам не подходит. Италия — это про удовольствие, Италия — это про наслаждение жизнью, про наслаждение моментом. Вот. Очень важно расслабиться, принять их уклад и понять, подходит тебе это или нет. Если ты начинаешь кайфовать от того, что ты перестал куда-то бежать и продолжаешь идти к своим целям, что очень важно, но уже без спешки, уже без стресса, то, значит, Италия — это твоя страна. Супер, супер. В общем, расслабиться и раствориться в атмосфере такого итальянского пьяно. Точно. Да, именно так. Супер, супер. Это было просто прекраснейшее, наверное, аудиопутешествие. Все, с чем у меня ассоциируется Италия. Роберт Де Ниро, Альфа Чино, пицца, паста, карбонара, балоньезы, все, что с Италией у меня ассоциируется. Это было просто прекрасно, Анастасия. Спасибо тебе большое, что рассказала прямо вот так вот сочно, солнечно, ярко, вкусно и, самое главное, расслабленно. То есть, без каких-то негативных моментов, что все прекрасно, самое главное, все, что у вас в голове, то вы и видите. Вы видите все прекрасное, значит, вы прекрасный человек. Супер. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. В конце бы я бы хотел, чтобы ты очень красиво при этом с итальянским таким изыском, с итальянским привкусом попрощалась и сказала что-то полезное, интересное на итальянском для наших слушателей. Ну, моя любимая фраза, она очень простая, она очень короткая, но все гениальное, просто. La vita è bella. Жизнь прекрасна. Об этом нужно помнить, даже когда случается что-то, что мы не планировали, может быть, это что-то, что не доставляет нам сейчас удовольствия, даже мешает нашим планам, но всегда нужно обращать внимание на красоту вокруг и благодарить за возможность находиться в этой красоте и использовать все возможности, которые тебе даются. Поэтому, да, La vita è bella и этим все сказано. Супер. Все. Всем спасибо и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok